всем привет друзья мои с вами я светлана так все подорожало у нас это все получается вкусно мы поели вот такая у нас интересная жизнь всем привет друзья мои с вами я светлана так кто обо мне еще не знает и впервые видит на вашем канале то пожалуйста пройдите и посмотрите сколько мне интересных видео есть я расскажу о себе что я в турции живу уже шесть лет 5 скоро 5 лет будет как я замужем и до сих пор меня нет гражданства все это было связано с пандемией все остановилось и наконец-то мы с мужем занялись этим процессом и завершили его можно сказать подготовкой документов к гражданству турции и естественно я хочу поделиться с вами свежими новостями что и какие документы понадобятся для подготовки гражданство турции и что и почем это вот прямо на и свежейшие новости как вы знаете может и не знаете я гражданка грузии нашему браку скоро будет пять лет и мы решили все-таки наконец-то заняться документами для гражданства турции сейчас я вам расскажу какие документы понадобится собрать вам для того чтобы вы их подали для гражданства вам понадобятся фотографии фотографии стоит 70 лир в этих фото отелье они в курсе какие вам фотографии понадобятся и выдают или 6 или 8 или 10 все зависит от того сколько вы фотографии захотите но мы заплатили 70 лир свидетельство о рождении моем это следующий документ для этого вам нужно поехать на вашу родину перевести его на турецкий язык заверить естественно нотариусом и поставить апостоль и такой документ единственный который понадобится с вашей родины нужен здесь следующий документ если вы были раньше в браке и у вас разные фамилии при рождении и в данный момент то вы должны предоставить свидетельство о вашем разводе мы подготовили этот документ и он обошелся 355 лир перевод на турецкий язык нужен и обязательно нотариусом заверить стоимость 355 лир следующая это копия вашего паспорта загранпаспорта его нужно перевести на турецкий язык и заверить нотариусом нам обошлось двести тридцать лир также вам понадобится копия свидетельства о браке эвлилик джустан по-турецки называется также вам понадобится копия от урны из ни вашей и 150 лир нужно перечислить на счет который они вам выдадут в общей сумме у нас получилось расходов 805 лир это на сегодняшний день 55 долларов друзья мои в принципе подумайте что это так все легко там сколько документов понадобится всем всем документов вам понадобится мы тоже так думали но мы столкнулись с рядом проблемы сложностей дело в том что когда мы поженились нас зарегистрировали я предоставила документ с неправильным именем моих родителей и этот документ я получила грузии и поэтому все системе изменилось и возникли большие проблемы поэтому следите за тем какие вам документы выдают прям каждую букву контролируйте будут потом сложности и лишние расходы свидетельство о моем рождении мне пришлось повторно переводить на турецкий и заверивать нотариусом и мне это обошлось 550 лир и также мне нужно было два экземпляра свидетельство о браке и сами понимаете она стоит 350 355 и два раза два документа это 700 поэтому непредвиденные расходы у нас получились нам очень сложно изменили наконец-то правильно поменяли мы получили имя моей мамы и отца мы обошли ряд инстанций где нас отправляли от одной организации другую куда мы не приходили мы это не можем сделать идите туда мы это не можем сделать идите сюда и по кругу нас водили водили это продлилось три недели потому что и документы перевод моего свидетельства о рождении а также перевод свидетельства о браке нужно было отправлять в ангару так как в мерсине нет переводчика грузинского языка естественно это и время это и лишние расходы так что надеюсь информация была полезной ставьте лайки пишите комментарии ну а также я одновременно с гражданством я подала документы на временную прописку продления так как моя уже заканчивалась мы продлили на год надежде на то что через год в течение года придет гражданство турции хотя я очень в этом сомневались но тоже пришлось очень много документов подготовить но не так все сложно но могу сказать вам что мы заплатили около 1500 лир официально заплатили 1500 лир муж сам зарегистрировался на рандеву в этот раз ну и назначенное время мы пришли конечно 5 документов не доставало но мы быстренько их все распечатали и таким образом течение недели мой документ во временной прописки пришел очень быстро все произошло надеюсь что и гражданство тоже я получу очень быстро несмотря на вот эти события которые сложности происходят во всем мире так что все это делается очень легко и быстро и эти все сложности дают нам мудрость дают какой-то опыт так что не бойтесь ничего уберите эти документы и продлевайте свои прописки а также делайте подавайте документы на гражданство всем пока пока до свидания очень была рада что вам это видео понравилось поэтому ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч до новых встреч